В Артеке официально закрыли летний сезон. В течение полугода в лагере отдохнуло практически 13 тысяч детей со всех уголков большой страны. Финальный концерт 11-й смены посетила заместитель председателя правительства России Ольга Голодец. С летним Артеком прощалась и Екатерина Наумова. За все время смены эти ребята принимали участие в самых разнообразных мероприятиях. Их отдых ограничился не только новыми знакомствами. На базе крупнейшего лагеря в Крыму организовали тематические программы и медиафорумы. Ребята рассказывают, скучать не пришлось. За три недели они накопили море эмоций. Это было просто незабываемо, потому что и салюты были, и шарики в небо отпускали. Это все очень здорово. Мне понравилось, как мы все танцевали на массовках наших. Да все, даже повара классные. Мне понравилось, как нас научили вязать узлы. Я до этого вообще никакой узел не знал. А сейчас 12 узлов знаю. Торжественное закрытие смены посетила заместитель председателя правительства России Ольга Голодец. Поздравила всех с удачным завершением отдыха и выразила надежду, что ребята вновь вернутся на отдых в лагерь. Артековская смена, к сожалению, всегда кажется очень короткой. И очень быстро пробегают эти дни, когда приходится собирать чемодан и ехать домой. Но, ребята, мы с вами помним. Артековец сегодня. Артековец? Да! За короткий срок по количеству отдохнувших ребят Артек побил все рекорды. На сегодняшний день мы приняли больше 12 тысяч детей. Вот сейчас порядка 13. И к концу года это будет цифра к 20 тысячам детей, что больше, чем в 2013 году. В полном 2013 году. А в этом году мы работали только с мая. И в целом больше всех в России из всех центров, которые существуют. Одиннадцатая смена фактически завершает активный летний сезон 2015 года. Но на этом Артек свою работу не прекращает. И уже в ближайшее время откроются первые зимние смены. Екатерина Наумова, Александр Чукалов. Время новостей. Артек.